Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы сегодня снова из серии на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же не забывайте вводить самый лучший промокод, пишите slashmm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 450 тысяч, если вкачаете 10 уровень, поэтому проходите квесты, качайте уровень и забирайте свои деньги. Ну а в этом ролике, дамы и господа, будет очень интересная темка, я думаю такого ролика я еще в принципе не записывал, то есть ролик реально будет максимально необычный, поэтому посмотрите его от начала до конца, для вас это будет полезно, потому что темка реально очень интересная. Я думаю по названию ролика вы уже догадались, поэтому реально посмотрите видосик, поддержите его лайком, также можете подписаться на канал, я очень хочу добить до конца этого месяца 22 тысячи подписчиков, поэтому если ты вдруг не подписан, то пожалуйста подпишись на канал. Но вся эта история началась вот с этого сообщения, пацаны, я просто сидел, отдыхал как бы, смотрел видосики и мне в ВК приходит вот такое сообщение, ну а что было дальше, пацаны, вы сейчас в принципе узнаете. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Че я поехал, не будет. Номера дели, касяну, что-то другое ели. Ты там фраб с Ворубей, если че. Пишут ютубера, я у вас ети ка. Ну я включил. Все же процесс погонился, через 18 минут. Откуда у тебя еще один елик? А, это, ты другую вообще на какую-то купил еще? Это не моя мбц белая, моя музыка сица. Чего, блядь? Раз это я тебя отдаю, короче. Нахуя? Че там спасали? Зачем он мне? Ты дебил что ли? Тебе гелик не нужен, пустой. Это не елик. А че там? А, да, понял. Это магнум. Блядь, чтоб в казике все проебало, брат. Боже, блядь, сначала все проебал, вы кьему-то. Мы заебались, я не понимаю, зачем. Ой, блядь. Саня. Я просто, скорее всего, я не смогу взять у меня с отовки. А, если квартиру купить, то по идее хватит. Он пишет, он пишет, ищущая. Как он говорит, он не отвечает. Я такой, ну, сейчас ответит. Он прям, он прям торопится на туре. Я такой думаю, типа, а что ты хочешь? Говорит, ну, типа, это, магнум, подарите ему 3 чипов. Никому не говоря, я еще такой думаю. Думаю, не понял, откуда у тебя бабкин 3 чип. Я думал, мне елик, я сейчас вижу елик, типа, встает вот от арки. Думал, он мне елик хочет подарить. Думаю, типа, блядь. Это вроде другой елик. Я думал, он, типа, елик еще один купил, типа. Уже в казике поднялся, типа, хочешь мне елик подарить другой. А, и он такой, знаешь, типа, это... Ну, типа, я даже не видел, что там что-то есть на карте еще. Котов, а не кошек, блядь. Это фигура... Это фигура фигуралевича. Я подозревал, что он зала Фил, блядь. Ну, блядь, магнум, блядь, это не елик. А елик ты продал или проебал кому-то? Я его обменял на магнум. На магнум? Да. С заплатой? Фух, я думал, ты вообще долбай, думал, ключ на ключ. Потом эти 20 лямов слил, подумал, нахрен надо, и так потом продавал. 20 лямов слил? Это, это, получается, ты за 80 продал ориентировочно. Ну, ориентировочно, блядь. Ай, блядь. Подожди, что ли, я запутался. Не думай, не надо, типа. У тебя ж было 50 лямов, ты их проебал, да? Ну, это до этого, да. Потом ты поменял магнум, ой, елик на магнум, заплату его, да? И доплату ты проебал в казе. Да, блядь, да ты бизнес проебал, фактически. Блядь, я думал, что это первый раз, мне все говорили, что он азартный пиздец. Он же, он 05-м тоже проебал, по-моему. Я 800 лямов слил, ты меня охуел и знаешь. Итак, давайте я вам сейчас объясню, кто такой, получается, фараон Кайфарик, он же Саня Белый. Как бы это пацанчик, с которым я уже, в принципе, давно знаком. Мы с ним играли еще на первом сервачке, потом он уходил, как бы, на другой сервак. И вот он, когда я перешел на второй сервачок, он как бы пришел к нам. То есть, он играл и на первом, и на пятом серваке, и на четвертом, и вот, получается, на втором. То есть, его самая главная проблема, то, что он постоянно ходил в казино, поднимал бабки большие и просто их сливал. Уходил с проекта, понимаете? Получается то, что Саня, который мне подарил Магнум, я думаю, вы это все видели, как бы, он постоянно ходил в казино на каждом серваке. И буквально там за недельку, за две поднимал очень хорошую сумму. От 100 миллионов рублей. То есть, ему реально очень везло в казино, и он постоянно просто поднимал бабки. Но самая большая проблема, то, что он не мог никогда остановиться, и на каждом серваке он сливал деньги до нуля. И, получается, второй сервачок стал не исключением. То есть, этот пацан реально за, получается, две недели, он вкачал с нуля сороковой скилл дальнобойщика, заработал себе на руки там очень много бабок, и поднял 200 лямов в казино. Но, по итогу, спустя время, он пошел просто в казино, проиграл все бабки, у него остался, получается, только Магнум, и он этот Магнум решил подарить, в принципе, мне. На самом деле, жалко то, что такие люди уходят с проекта, да и, в принципе, с нашего круга общения, потому что, ну, Саня был реально хороший пацан. Он всегда помогал, с ним было о чем поговорить, то есть, пацан был реально с головой, и жалко то, что у него просто нету, знаете, кнопки стоп в казино. Он поднял 200 лямов, он мог бы просто остановиться, просто играть, кайфовать, но, к сожалению, он решил поднять больше, и в итоге все проиграл. Играл и на 0,1, и на 0,2, и на 0,4, и на 0,5, то есть, реально, он везде просто играл. На каждом из этих серверов он поднимал от 100 миллионов рублей, и просто пацан это проигрывал. Ну и вот, в очередной раз, получается, он, как бы, проиграл все свои деньги, у него остался Магнум. Он решил, что он не будет его проигрывать в казино, он решил просто подарить мне, дать толчок для развития на втором сервачке. Поэтому ему реально очень просто большое спасибо. Реально жалко то, что он ушел, я надеюсь, что он когда-то вернется, и мы с ним будем реально вместе играть, потому что парень реально очень хороший. Я думаю, вам, в принципе, интересно, что я сделал с Магнумом, который мне подарили. Я, пацаны, его продал, продал, потому что у меня, как бы, два Магнума, и два Магнума, вы понимаете, то, что мне не нужны. Зачем я продал именно Магнум с третьим чипом, если у меня у самого Магнум, получается, с первым чипом? Я пытался свой Магнум продать за 40 миллионов, тот, что стоит у меня за спиной, там первый чип, нитро, получается, номера были, и получается неон. То есть я в этот Магнум вложил очень много денег, я в этот Магнум вложил в совокупности 50 миллионов. Я его пытался продать за 40, но за 40 у меня никто его покупать не захотел. И, соответственно, я не хотел терять деньги, я, как бы, хотел просто, знаете, отбить деньги, либо хотя бы примерно вернуть ту сумму, которую я потратил на этот Магнум. Потому что уходить там в жёсткие минусы, продавать его там за 30 миллионов, конечно же, я не хотел, пацаны. Я думаю, вы сами понимаете, то, что это было бы максимально глупо. Я вообще, пацаны, честно даже не мог выбрать, какой мне Магнум оставить. То есть я думал оставить третий чип, потом думал оставить этот Магнум. Но по итогу, пацаны, я увидел объявление, то, что продают третий чип за 50 миллионов. И я принял решение максимально быстро сейчас продать Магнум с третьим чипом, потому что он сейчас более актуальный, и у меня быстрее его купят. По итогу, я, получается, продал Магнум с третьим чипом за 48 миллионов. Он, если что, был без нитра, то есть там был просто третий чип и тюнинг и ствол. Вот и всё. То есть нитра там не было. Я его продал за 48 миллионов, пацаны. И знаете что? Пацан, который продал третий чип, он просто мне перестал отвечать. Ну и по итогу, пацаны, к сожалению, я себе не купил третий чип. Как вы понимаете, скоро должен выйти, получается, зимний ивент буквально через 20 дней примерно. И там будет, я думаю, третий чип. Там может быть аудиосистема, гидравлика, нитра. То есть я решил, что пока что я покупать не буду. То есть у меня ещё есть в запасе, как бы, 3 недели. И за эти 3 недели я, может быть, накуплю бабки на ивент. И уже с ивента просто-напросто заберу третий чип. Я думаю, вы моё решение правильно поняли. Да, пацаны, я продал подарок, но, как бы, я спросил, получается, у Сани, который мне подарил Магнум. Он сказал, как бы, можешь с ним делать всё, что угодно, как бы. Это подарок тебе для того, чтобы ты развивался на проекте. Я очень не рад, что он ушёл, потому что он был один из самых лучших наших работников в компании. Да и в целом он был хороший пацан, с которым можно было хорошо пообщаться. Итак, дамы и господа, что можно вообще сказать по итогу? То, что, пацаны, если играете в казино, то играйте в меру, потому что может произойти то же самое, что произошло с Саней. И с Саней это произошло уже не первый раз. То есть, если вы играете в казике, если вы поднимаете большую сумму, просто ставьте запрет и туда больше не ходите. Вы можете либо поднять, либо просто всё слить, как Саня. Я лично вообще в казино не хожу и вам не советую. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду просто очень сильно благодарен. Давайте реально поддержим Саню. Лайк, подписка, колокольчик. Вводите промокод. Всем пока-пока.